Всем добрый день. Меня зовут Сергей Шпанков, фирма 1С. После таких мероприятий, конференций всегда возникает большое количество идей, желание их реализовать, но иногда бывает так, что вы возвращаетесь к своей работе, и это желание съедает рутина. Что это за рутина такая и как сделать так, чтобы она это желание не съела? Об этом я и расскажу. Я для этого использую пример. Получилось. Давайте представим, что у нас продуктовый магазин. В нем 4-5 тысяч наименований товара. Это значит, что у вас 50-100 поставщиков, и вам необходимо заказать товар. Для того, чтобы правильно его заказать, необходимо хотя бы час потратить на каждого поставщика. Чтобы понять, что продается у этого поставщика больше, что продается меньше. Провести анализ продаж. И в этом случае получается, что если мы час на каждого потратим, то вот уже неделя работы и прошла. То есть, собственно говоря, та самая рутина, о которой я и говорил. Если этой работе должно внимания не уделять, то есть не тратить один час, а как закажу, так и закажу примерно по чуйке, то в этом случае легко допустить ошибки. Получится так, что где-то заказали мало, где-то заказали много. И понятно, что без систем автоматизации эту работу эффективно вести невозможно. И вот именно о такой системе автоматизации я сейчас расскажу более подробно. Эта система называется 1С товары. Система автоматического заказа товара. Как это работает? В основе сервиса, в основе системы лежит ассортиментная матрица, то есть перечень товаров с указанием минимального остатка и партии заказа. Вы берете и выгружаете данные о продажах на прогнозный сервер. После чего по каждому товару сервис делает прогноз, какое количество будет продаваться. Дальше вы вносите всего лишь две цифры. Это срок доставки и период поставок, то есть те цифры, которые вы хорошо знаете. И дальше все рассчитывается автоматически, матрица готова. В дальнейшем остается только нажимать кнопку «Заказать товар», и система сама будет заказывать товар и отправлять его поставщикам. Либо по электронной почте, либо если поставщик тоже работает в системе 1С, будет заявка ему прямо в 1С поступать. То есть что мы имеем? У нас есть система, которая в каждый момент времени знает, что заказать, сколько заказать и у какого поставщика. И если раньше вы тратили 10, 20, 40 часов недель на заказ товара, то сейчас вы можете тратить время на этот процесс гораздо меньше, вплоть до 1 часа. И все это стало возможно благодаря системе прогноза спроса. Вообще прогнозная часть сервиса – это наша гордость, и я, по этому, расскажу о ней подробнее. Как работает прогноз? Сначала мы подготавливаем данные. Что мы для этого делаем? Первое – корректируем дни, в которых не было продаж. То есть какую ошибку можно допустить, допустим, если делать тот же самый прогноз руками? Вот у нас идут продажи, вот мы сняли отчет по продажам, у нас получилось. Ага, за неделю мы продали 50 шоколадок. Вывод – сколько мы закажем на следующую неделю? Правильно, 50 шоколадок. Ну на самом деле шоколадки у нас продались за 4 дня недели, то есть с понедельника по четверг. А в пятницу, субботу, воскресенье продаж просто не было, потому что шоколадки кончились на полке. Ну и в итоге мы заказали те же самые 50, а могли бы продать больше. Вот чтобы такой же ошибки не допустить, сервис такие дни корректирует, восполняя данные о продаже с помощью статистики, чтобы прогноз был точным. То же самое, что касается аномальных всплесков. Чтобы прогноз был точный, сервис корректирует такие дни, сглаживая аномальные всплески, то есть те продажи, которые вух и взлетели. Но на нерегулярной основе случайно. У кого-то ресторана рядом закончилась мука, и он вдруг решил у вас закупиться, и закупил там много-много килограмм, и больше такого не повторится. Третье. По каждому товару определяет сервис эластичность спроса. Для чего? Для того, чтобы понимать, что есть цена, вы поменяли цену у товара, чтобы сервис сразу на основе эластичности спроса смог прогноз пересчитать. Ну и кроме этого, сам сервис может вам подсказать, стоит вообще акцию по этому товару делать или не стоит. Потому что если эластичность спроса маленькая, то понятно, что как бы вы там цену не меняли, большой объем продаж вам не добиться. Это был первый этап. На втором этапе сервис определяет характеристики спроса. То есть определяет, какой это товар, регулярного спроса или нерегулярного. Сюда накладывают тренды. То есть идет товар вверх, или наоборот, уже у него жизнь цикл заканчивается, он идет вниз. Накладывается сезонность. Сервис работает с двумя видами сезонности. Первое в пределах недели. Он понимает, в какие дни лучше продается, то есть в понедельник или в пятницу. И второй вид сезонности – это в пределах года по неделям. То есть в какой неделе года он как продается этот сервис. И плюс накладываются, понятно, праздники. В том числе и такие праздники, как Пасха, например. То есть то, что не так просто просчитать, но сервис такие праздники тоже учитывает. И вот на третьем этапе в дело уже вступает нейронная сеть, которая выбирает метод, который мы будем прогнозировать. В сервисе есть несколько математических моделей, несколько методов. Что делает сервис? Он берет данные о продажах, которые были за прошлый период и начинает прогонять товары по всем моделям. И тот метод, который получил наибольшее совпадение, он и будет выбран для того, чтобы прогнозировать продажи в дальнейшем. Плюс накладываются коэффициенты отклонения, и сервис тоже будет их учитывать, прогнозная часть будет их учитывать. И если факт с планом не совпадет с прогнозом, и это несовпадение выйдет за пределы отклонения, то сервис заново пересчитает прогноз. Ну и понятно, что сервис пересчитывает каждый раз прогноз, когда в него поступают новые данные о продаже, то есть каждый день. В итоге мы получаем оптимальные остатки на складе. То есть у нас нет упущенной выручки от того, что товара не было на полке, у нас освобождаются оборотные средства, потому что у нас нет товаров, которые слишком долго лежат. И самое главное, то, о чем я говорил в начале, если мы раньше тратили много времени, чтобы заказать товар, то с помощью сервиса мы это делаем качественнее, эффективнее и гораздо быстрее. Вообще сервис может оказать помощь с самого начала работы. У сервиса есть бесплатный период работы один месяц. Вы можете его подключить, выгрузить данные о продажах и сразу получить эффект. То есть сервис сразу покажет избыточные запасы, допустим, как это показано на этом слайде. То есть у нас есть шоколад, текущего остатка 240 штук. В день сервис говорит, что будет продаваться по 3 штуки, то есть у вас запас на 80 дней. Нужно ли вам такое покрытие или не нужно, решать каждый раз вам. Но понятно, что в этом случае вы сможете процессом управлять. Или, например, упущенная выручка. То есть вот, пожалуйста, здесь за эти дни вы могли продать, ну, как здесь сказано, 24 тысячи рублей, это на самом деле не имеет значения, но сервис покажет, что вот этот товар из-за того, что вы не заказали вовремя, вы упустили выручку. Ну и у сервиса есть еще возможность для того, чтобы не было упущенной выручки. И это и интеризация, процессы интеризации. Как это происходит? Ну, понятно, что это делать надо, и периодически приходится магазином делать. Магазин либо закрывается там на полдня, на целый день. Иногда магазин это делает в ночное время. Но все равно тратится время и ресурсы. Сервис может помочь в этом процессе таким образом, что он позволяет делать частичную интеризацию, которая может выполняться силами сотрудников в рабочее время, которые не заняты процессом продаж. Там в какую-то свободную минуту, какие-то свободные полчаса, может быть. И сервис подскажет, какие именно товары нужно пересчитать. То есть понятно, что это товар, по которому отрицательный остаток. Есть другой способ, что это товар, по которому сейчас остаток положительный, но сервис нашел, что были дни, когда у него был отрицательный остаток. Просто купили что-то большее, остаток стал положительным, а раньше до этого был отрицательный. Или, допустим, товар, у которого есть остаток. В системе он показан, 5 штук есть, а товар несколько дней не продается. А раньше продавался. И сервис тоже говорит, что вот здесь надо пересчитать, потому что если он несколько дней не продается, а остаток есть, то скорее всего остатка на самом деле нет. Еще одна часть сервиса, еще один блок, это аналитический блок. Фактически это приборная панель вашего бизнеса. То есть там показаны индикаторы, показатели, которые расскажут вам о том, как работает ваш бизнес. Эти отчеты, они доступны через интернет, все эти показатели доступны. Они показывают средний чек, выручку, запасы товаров в рублях, запас товаров в штук, оборачиваясь и прочие важные показатели. Смысл в том, что когда мы даже говорим об этой части сервиса, мы задаем вопрос, а хотите ли вы знать, как работает ваш магазин, когда вас в нем нет. То есть все эти отчеты, все эти показатели вы можете видеть через интернет, причем все эти показатели, они даны не статично, а в динамике. То есть вы можете видеть изменения, как оно происходит. И, соответственно, вовремя принять правильные управленческие решения. Есть и более тонкие инструменты анализа. Например, планограмма. В этой планограмме вы фотографируете свой шкаф, планируете выкладку и можете смотреть, сколько вы выручаете с полки, сколько вы выручаете с какого-то места, выделенного на полке, сколько вы выручаете со шкафа в целом. И если, допустим, выручка на полке не соответствует тому, что вы планировали, то вы можете принять какие-то действия. Поменять товар, вместо него другой выставить, или поменять наценку. И вообще, на самом деле, это правильно, когда категорийный менеджер, директор, управляющий занимается именно решением таких вопросов. Управлением ассортиментом, каким товаром заниматься. Ведь неправильно, когда в магазине у нас, допустим, мы говорим, что у нас у всего магазина наценка 30%. Это же не может быть так, потому что есть товар, который делает ноги, то есть который приводит клиентов, но наценка на него может быть небольшой. Есть товар, который, наоборот, приносит прибыль. А вот прогнозной частью и заказом товаров вот эту работу лучше доверить системе, лучше доверить сервису. Кому подойдет? На самом деле, это любые магазины, особенно регулярного спроса, в которых вот 2-3 тысяч наименования товаров. Это магазины, которые продают продукты питания, алкоголь, бытовая химия, констовары, товары для дома, игрушки, товары для охоты, рейл-балсты и многие-многие другие. То есть любые товары регулярного спроса. Информация о сервисе есть на портале 1С, portal.1s.ru и на сайте розн.инфо. Субтитры создавал DimaTorzok